Ликвидировать последствия ДТП и эвакуировать пострадавших из задымленного помещения. Такие задачи стояли перед студентами 2-го и 3-го курсов аграрно-экономического техникума. В рамках регионального этапа Олимпиады профмастерства будущие спасатели соревновались между собой за звание лучшего по профессии. Испытания проходили на территории первой пожарно-спасательной части. За аварийно-спасательными работами наблюдала наша съемочная группа. Сегодня они не просто студенты, а звено газодымозащитной службы. Их задача – спасти людей из задымленного помещения. За плечами кислородные баллоны, на лицах маски. Видимость нулевая. Передвигаться нужно максимально близко к полу, одной рукой держась друг за друга, чтобы не потеряться. Время защитного действия средств индивидуальной защиты органов дыхания ограничено. Поэтому газодымозащитникам действовать нужно оперативно и слаженно. Труднее всего командиру звена, ведь именно он первым должен сориентироваться в пространстве. Да, с непривычки паникуешь. Плюс, когда залезаешь под КамАЗы, под Уралы. А так, ну, главное себя в спокойствии держать и не паниковать. Если паникуешь, еще больше дыхания и энергии заворачивается. Главное все спокойно делать и подавать команды правильно, и придешь к успеху, можно сказать. Так, ты сегодня у нас был впереди? Да, я начальник звена был, да. Начальник звена. Ну, вообще, как тяжело было вести команду, то есть как-то ориентироваться в пространстве с закрытыми глазами, когда ты ничего не видишь? Ну, первые-то разы тяжело было, а до этого нас тренировали наши прибыватели, и как бы уже легче с каждым разом все становится. Командир звена Михаил Чернышов уверенно ведет за собой команду и не забывает называть препятствия, которые встречаются у него на пути. Словно слепые котята. Ребята обходят скамейки, пробираются под машинами. После выполнения заданий – разбор полетов. Ты зачем за трупами пополз? Не надо, он, видишь, огибает. А он за трупами пополз пять баллов не получил, потому что он нашел вторую каску. А те, конечно, и печеночку получили. Молодец. Еще одно задание, которое выполняли студенты на ЭД – ликвидация последствий условного ДТП. Месяц назад ребята наблюдали за тем, как с этими заданиями справляются опытные спасатели и пожарные. А сейчас уже им предстоит проделать то же самое. Значит, у нас условно ДТП. Один пострадавший приблизительно у него в районе груди кровотечение. Предполагаем, что у него пробито легкое. На старт. Внимание. Марш. Здесь важна не только скорость, но и правильность выполнения всех манипуляций. Главное – не навредить пострадавшему. Ребята с заданиями справляются, пусть и не так ловко, как профессионалы, но стараются изо всех сил. Все хорошо. На вас опустим. Что, все? Не переживайте. В команде работают не только парни, но и девушки. Капризных здесь нет. Профессия не позволяет. Девчонки выполняют задания наравне со всеми. Принести тяжелый инструмент, завести подстанцию, срезать крышу автомобиля и перенести пострадавшего. Спасатели, хоть и начинающие, готовы ко всему. Своими подопечными наставник ребят Николай Егоров доволен. Говорит, к своему делу студенты подходят серьезно, ведь профессию выбирали осознанно. Так как с техникумом мы постоянно контактируем, они приходят заниматься как в учебное время, так и в неучебное время. Постоянно, как бы у нас двери открыты, скажем, они приходят, занимаются, интересуются, ребятам интересно. То есть работать в аппаратах они уже умеют, пользоваться аварийно-спасательным оборудованием тоже, соответственно, умеют. Это все под руководством опытных спасателей, опытных пожарных проходит. Постоянно совершенствуют свою выучку, навыки, потихонечку работаем, занимаемся с ребятами. Затем, как проходит учение, наблюдает руководство главного управления МЧС. Заместитель начальника Александр Игнатьев не сомневается, смена растет достойная. То, что осталось за кадром этих соревнований, это практически двухнедельная подготовка. Ребята очень хорошо к этому делу готовились. Здесь было видно их отношение к этому делу, что они стараются показать какой-то результат. Ну и, в принципе, им это даст свою очередь, что некоторые понимания нашей работы, некоторых из аспектов ее. Ну и мы, естественно, скажем так, опять же здесь немножко преследуем цель, что когда-нибудь, может быть, они к нам придут работать. Все задания, которые выполняли студенты НАВИД, организованы в рамках регионального этапа Олимпиады профмастерства. В них участвовали четыре команды спасателей второго и третьего курсов, а также команда пожарных второго курса, но уже вне конкурса. По итогам всех испытаний первое место заняла команда Андрея Белугина. Лучший результат по теоретической части показал Максим Филиппов. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север.